На Украине же вовсю работали псевдоисторики, такие, знаете, лжеисторики, которые развивали разные мысли для того, чтобы подстегнуть националистические чувства у своих граждан. Одна из таких концепций, которая разрабатывалась украинским ученым, в кавычках берем это слово, дубина, заключалась в том, что Колумб, он никто иной, как выходец как раз с Украины. Ну, не важно, что документы говорят о другом, и не важно, что, собственно говоря, и Украины тогда не было. Это ничего не значит для националистов. Его тоже записали в протаукраинцы. Знаменитый исследователь и первооткрыватель Северной Америки Христофор Колумб родился, вероятно, между 25 августа и 31 октября 1451 года. Одна из самых интригующих гипотез гласит, что он был потомком польского короля из династии егеллонов Владислава Третьего Варнинского. Португальский историк Мануэль да Силва Роза провел 20 лет, исследуя жизнь Христофора Колумба. По его мнению, настоящее имя путешественника было Сигизмунда Энрикес, и он был сыном короля Владислава Третьего, который не погиб в битве при Варни, но бежал с поля битвы и поселился на Мадейре под именем Энрике Алимаа. В какой-то момент своей жизни Колумб переехал на Мадейру, именно там, где находился таинственный рыцарский дворец Энрике Алимаа. Колумб не только женился на аристократке, но и свободно общался с королем Португалии, что могло намекать на королевские связи исследователя, сказал Роза. Кроме того, он имел обыкновение покрывать свои письма монограммой с буквой С. Известно, что сына Хенрика немецкого звали Сигизмунда или Зигмунд, имя которое часто встречается у егеллонцев. Окончательные доказательства могли бы дать сравнительные анализы ДНК, чего, однако, не допустили князья Сангушка, живущие потомки егеллонцев, заявил историк. В последние десятилетия Колумбу приписывали различное происхождение. Некоторые историки утверждали, что он прибыл не из Италии, а с Майорки Корсики или Испанской Галиции. Мануэль да Силвароза идет еще дальше в своей теории, говоря, что он нашел доказательства того, что завещание Колумба от 1498 года было подделано через 80 лет после его смерти. В своем завещании Колумб пишет, что родился в Генуе, но, по словам Розы, документ был подделан семьей по имени Колумба, которая хотела завладеть наследством знаменитого мореплавателя. Символично также, что на днях Зеленский направил в Верховную Раду законопроект, в соответствии с которым английскому языку предлагается предоставить на Украине особый статус международного языка общения. В чем же суть этого проекта? Содействовать обеспечению использования английского языка на всей территории Украины в публичных сферах общественной жизни. Знаете, что это означает? Они, конечно, отмечают, что принятие закона будет якобы способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейскую общественность. А я вам скажу правду. Они просто ожидают и готовят территорию Украины для оккупации. Для оккупации теми, кто должен ими управлять. Так как Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной. Продано, отдано за копейки буквально все. Земля, история, собственность, промышленность, производство. Что осталось? Воздух не продать. Ну, правда, они его регулярно портят. Вот добрались до языка. Того самого языка, который отняли у коренного населения своей страны. И сковеркали, а теперь готовятся, как всегда, с караваями, как они это делали тогда в 40-х, встречать оккупацию. Никакого другого смысла у этого нет. Мы уже привыкли, в общем, в принципе, уже ко всем фортелям, которые там выкидываются. Но, конечно, в истории с английским языком поражает невероятный цинизм и, самое главное, абсолютная беспомощность людей, которые проживают на территории Украины, бороться за свои права. Мы сейчас говорим не о жителях Донбасса, мы их защищаем, как защищали все эти годы. Мы сейчас говорим о тех, кто искренне верил, что Зеленский и Соединенные Штаты Америки с Британией и Евросоюзом поведут их в светлое будущее. Вот у этих людей нет никаких возможностей реализовать свои базовые права. Вообще никаких возможностей. Им в этом абсолютно отказано полностью и повсеместно запретить родной для миллионов жителей Украины русский язык и внедрять абсолютно чуждый для них английский язык под предлогом интеграции с ЕС, где английский является государственным только в Ирландии. Представляете, что это такое? Это же просто абсурд. Ни одна страна Европейского Союза такое не делала. Зачем же это делает Украина? Ответ я дала выше. Они, киевский режим, Зеленский, все эти многотысячные полчища военных инструкторов и советников, которые сейчас заполнили банковые и все государственные органы Украины, они просто готовят это все для оккупации. Представьте следующую ситуацию. Ну просто, для примера, раз они все время апеллируют к Западу. Швейцария. Там бы полностью запретили французский язык, но сделали одним из официальных языков английский. И сказали, что это все делается для лучшей интеграции с Европейским Союзом. Знаете, что бы там было? Там человека, который бы это предложил, уже бы не было. В мирной Швейцарии. По каждому вопросу проводится референдум. Вплоть до того, каким-нибудь цветом забор на главной улице города красить. Сразу проводят референдум. Это к вопросу о тех ценностях, которые якобы Украина взяла в качестве образца. Да там ничего на Украине нету от этих самых ценностей. И все, что творится на Украине, является антиценностью сейчас для традиций, оставшихся в Европейском Союзе. Министр обороны Украины Резников вновь публично подтвердил, что Украина для Запада – это, теперь, внимание, прежде всего, удобный полигон для испытания различных видов вооружений. Так для этого и вводится английский язык. Они полигон. Они полигон, они об этом сами говорят. Они зовут Запад для размещения на своей территории всего, что только можно. При этом интересы украинского народа в расчет вообще не принимаются. Да его никто не спрашивает. Так вот, по словам Минобороны Украины Резникова, на Украине западные союзники на самом деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно применяется и нужно ли его модернизировать. Можно я приведу прямую цитату? Вдруг кто-то не поверит. Еще раз, Минобороны Украины. Прямая цитата. Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь. Жаль, гильотину изобрели до создания Украины. А так бы Украина стала еще прекрасным полигоном для тестирования гильотины. Украинские политики так сказали. И пригласили бы изобретателей испробовать свое детище на украинцах. Ведь это же то же самое. Только сейчас масштаб больше. Гильотин работает по одному человеку, а эти вооружения, в том числе с обедненным ураном, они работают не по одному человеку. Они работают и не по одному поколению людей. Представители киевского режима даже не задумываются о том, что предоставляя такой испытательный полигон для иностранных военно-промышленных корпораций, они уничтожают полностью свою страну, ее население и все их надежды на мирное будущее. Приведенные факты говорят о том, что поставленные в рамках специальной военной операции задачи и цели, и деноцификации, и демилитаризации, и естественное устранение сходящих с украинской территории серьезных угроз безопасности нашей страны и наших граждан, свою актуальность отнюдь не потеряли и будут реализованы. Вот к вопросу еще очень важному, о том, насколько важно знать историю для того, чтобы понимать то, что творится сегодня на Украине. Еще немного об украинском национализме. 80 лет назад, 11-12 июля 43-го года, произошел один из наиболее кровавых эпизодов многомесячной этнической чистки населения в Волыне. Вы знаете, ну кто знает, Волынская резня, это так вошло и вписано в историю. Тогда боевики того же самого ОУН, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая партия, атаковали одновременно 150 населенных пунктов, в большинстве из которых преобладало польское население. Тогда во Львове под нож пошли евреи, а Волынь – это поляки. Только за два июльских дня погибло более 8 тысяч поляков. Установить точное число жестоко убитых и замученных, там, кстати говоря, были не только поляки, но и другие национальности, и чехи были, и евреи были. Так вот, установить точное число жертв, убитых украинскими националистами, вряд ли когда-то представится возможным. Только за июль 43-го года не менее пяти сотен польских сел и поселений были атакованы, и число жертв составило не менее 17 тысяч человек. Что стало кульминацией этнических чисток в отношении неукраинского населения в Волыне со стороны, кого вы думаете, бандеровцев. Тех самых, которых сейчас провозгласили героями Украины, и чьи кричалки повторяют сейчас американские политики и государственные деятели. По оценкам независимых историков, всего в 1943 году было уничтожено 100-130 тысяч поляков, час из которых на тот момент была с советскими гражданами. Польские историки сегодня говорят о 150 тысячах убитых в период с 1943 по 1945 год. В 2016 году парламент Польши признал события на Волыне геноцидом польского народа. Ежегодно 11 июля в Польше на государственном уровне проходит национальный день памяти жертв геноцида, который был произведен украинскими националистами в отношении поляков в период с 1943 по 1945 года. Как вы думаете, что делают киевские власти, которые столь вольготно ощущают себя в процессе переделывания истории? Они соглашаются со всем, что им говорят делать на Западе, у них нет проблемы в изменении исторической парадигмы, я имею в виду в аналитике, в оценке произошедших событий. Как вы думаете, что они делают? Казалось бы, можно же признать, покаяться, попросить прощения. Нынешние киевские власти пытаются представить события на Волыне как некий, как они говорят, локальный польско-украинский конфликт. Да это не локальный польско-украинский конфликт. Это было заранее спланированное массовое преступление, и это подтверждено историческими фактами. Мало того, это системный подход. Они то же самое делали и в отношении других национальностей, в других городах. Это не история про конфликт где-то на земле, местный, локальный и так далее. Это история про идеологию украинского национализма, которая, к сожалению, сквозняком прошла и 20 век, и проросла в веке 21. Сейчас вот русские, а до этого были поляки, а до этого были евреи, и до этого были чехи, и многие другие. В конце 2016 года на портале Федерального архивного агентства Росархиру была выложена подборка документов. По ним можно просто отследить историю отношений бандеровцев к полякам и другим народам. Очень советую, мы обязательно ссылку на эти документы разместим в тексте сегодняшнего брифинга. Вот в военной доктрине ОУН 1938 года было прописано, что украинские националисты планировали направленные против соседей этнические чистки. Так и написано. Именно эти планы во многом и были реализованы украинскими националистами из ОУН пять лет спустя на Волыне. Какая же это локальная история конфликта? Хотел бы напомнить, что 20 мая польский МИД обратился к Зеленскому с требованием принести официальные извинения. Как было подчеркнуто, эта прямая цитата положительно повлияла бы на отношения двух стран. Извинений, ну, публичных, я не знаю, может быть, какие-то были другие, насколько нам известно, принесено не было. Так неудивительно, ведь нынешний киевский режим буквально заряжен культом Бандеры и его последователей. Их античеловеческие замыслы киевский режим продолжает методично реализовывать на практике в отношении жителей Донбасса, Юго-Востока Украины с 2014 года. Удивительно-то другое, как Польша не видит и не понимает всего этого и продолжает поставлять оружие тем, кто несколько десятилетий назад убивал поляков. Под теми же самыми знаменами, с теми же самыми лозунгами. Без особой надежды на то, что, конечно, нас услышат в Варшаве, мы призываем польские власти просто ради памяти погибших в страшной резне в Волыне, наконец, прекратить безоглядно поддерживать киевский режим, совершаемые им преступления против жителей Донбасса, против русскоязычных. Ничто иное, как попытка продолжить дело украинских националистов в годы Второй мировой войны. А если вы поддерживаете, чем вы лучше? Вы же такими же становитесь, как те, кто убивал ваших предков тогда, в сороковые. И, конечно, хотелось бы тоже обратиться еще один раз к западным кураторам и покровителям нынешних украинских властей и прямо спросить. Вы понимаете, в своем русофобском запале, кого вы вырастили на Украине? Какого монстра в лице современных последователей волонских убийц вы взрастили и поощряете? Вы хоть отдаете себе отчет, что такие монстры никогда не бывают сытыми?